Библейский портал экзегет.ру представляет 35 глава пророка Иезекииля. Читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Ну вот, последние главы перед 35-й, они были про бедствие и благоденствие, про ответственность людей, которые так или иначе, собственно говоря, вот свое будущее определяют. 35 глава вдруг, казалось бы, возвращается к теме, которая уже давно закончена. Это окрестные народы и как Господь будет судить их тоже. Здесь про Идом. Но мы потом догадаемся, почему эта тема вновь появляется. И было мне слово Господне. Сын Человеческий, обратись к Сеирскому Нагорю и пророчествуй против него, передай ему, что говорит Владыка Господь. Сеир – это, собственно, Нагорья, то есть плоская возвышенность, которая и составляет значительную часть Эдома, страны к юго-востоку от Израиля, современной Ордании, часть ее территории. Вот, я против тебя, Сеирская Нагорья, занесу над тобой руку, превращу тебя в опустошенную пустыню, обращу твои города в руины, а тебя в пустошь, и будешь знать, что я Господь. Извечна твоя вражда, ты предавал сынов Израилевых мечу во время бедствия, во время суровой кары. Жив я, пророчествует Владыка Господь, зато быть у тебя крови, и крови течь по твоим следам. Ну вот, у всех, конечно, есть свои какие-то причины для того, чтобы их можно было наказать, но Эдом, прежде всего, это злорадство по отношению к Израилю. Когда с Израилем плохо, то Эдом либо участвует в этом, либо, по крайней мере, радуется этому. Не отказался ты от кровопролития, так кровь потечет под твоим следам. Обращусь, Ирская Нагорья, в опустошенную пустыню, и не пройдут по нему туда и обратно. Трупами усеют твои вершины, на холмах, в долинах и равнинах падут сраженные мечом. Опустошу тебя навеки, к городам твоим не отстроиться, и будешь знать, что я Господь. Ведь ты говорил, оба этих народа, обе эти страны будут моими, мы ими завладеем, а там был Господь. Что за оба народа, обе страны? Два царства, северное и южное, израильское и иудейское, говоря иначе. И Эдом, это те самые соседи, которые засматриваются. Вечная история, соседи враждуют. И, ну, бывают просто свары какие-то, ссоры, а бывает так, что сосед пытается сжить другого соседа со света. Как там в 30-е годы доносы писали, чтобы комнату в коммуналке занять. Вот что-то подобное. И вот это как раз воспринимается как главное, может быть, преступление и дома, хотя наверняка были и другие. То есть вот это недоброжелательство по отношению к другим людям, даже не просто недоброжелательство, злорадство, но стремление, чтобы им сделать хуже, лишь бы себе устроить выгоду. Вот это такой классический пример насилия и в отношениях между отдельными людьми, и в отношениях между народами, который, Господу, отвратителен. И главное, что «а там был Господь». То есть Господь присутствует среди своего народа, пусть он разделен, пусть он тоже далеко не праведен и тоже несет какое-то наказание, но все равно Господь с ним. «Жив я, пророчествует ладыка Господь, зато я поступлю с тобой по твоему собственному гневу, по неуемной твоей ненависти к ним, и так явлю им себя, произведя суд над тобой». Что значит «поступлю с тобой по твоему собственному гневу», ну а вот «как ты, так и к тебе». Это очень частая тема в пророческих книгах, что человек сам, собственно, собирает материал против себя. Все его действия и даже желания, направленные против других, это приговор ему самому, это то, что с ним самим сбудется. С народами может быть то же самое. «И будешь ты знать, что я Господь, услышал я все оскорбления, которыми ты осыпал израильские горы, когда говорил, что опустошены они, чтобы вам их пожрать. Так превзносились вы надо мной, так дерзили против меня, и я услышал это». Опять-таки, главная причина этого наказания показать, цель, скорее, наказания показать, что Господь есть Бог, и что и дометяне тоже включены в какой-то его замысел об истории. «Так, говорит Ладыка, Господь будет ликовать вся земля, когда на вас наведу опустошение. Как ликовал ты, что опустошено наследие дома Израиля, так и я воздам тебе, будет опустошено Сирское Нагорье и весь дом, и буду знать, что я Господь». Вот, за злорадство этот народ делается объектом злорадства других. Все, казалось бы, справедливо. А почему эта 35-я глава вдруг вторгается в разговор о ответственности отдельных людей, правителей, пророка, о возможности изменить свою участь перед Богом, изменив свое поведение. Вот почему это так, мы можем понять, только прочитав следующую 36-ю главу. Субтитры создавал DimaTorzok